В мае прошлого года указан президент номер 606 о мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации. Было предписано всем регионам, всем субъектам принять закон, регламентирующий выплату на третьего и последующих веке родившихся в семье. Понятно, что эта мера направлена на улучшение демографической ситуации и с федерального бюджета. 50 субъектов, в том числе и Трусской области, осуществляетесь в финансировании на эту работу. Поэтому в рамках реализации этого указа у нас в Трусской области приятный соответствующий закон. По этому закону необходимо выполнение нескольких условий для того, чтобы на третьего и последующего ребенка в семье получить указу. Какие же эти условия? Первое – это дети, родившиеся после 1 января 2013 года. Второе – условие, что в семье должно быть еще двое несовершеннолетних детей. Ну, или трое. То есть, еще раз повторяю, это третий и последующий ребенок. Далее сравниваете доходы семьи с леченой прожиточной уменью. Но не с леченой, а с тремя леченой прожиточной уменью. То есть семья, в которой трое детей, должна иметь доход менее 95 тысяч на семью. В целом для семью. То есть около 19 тысяч на каждого члена семьи. Вот при соблюдении всех этих трех условий назначается выплата на третьего и последующего ребенка, родившегося в семье. Размер этой выплаты устанавливается в размере величины прожиточной уменью на ребенка на семью. Эта зона устанавливается ежеквартально. В настоящее время она составляет около 5,5 тысяч рублей. Для того, чтобы получить эту выплату, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Эта выплата назначается при рождении третьего и последующего ребенка в семье, как работающим, так и неработающим женщиной. То есть нет разделения. И эти выплаты назначаются, еще раз повторяю, в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Для этого необходимый условный паспорт, для этого необходимо вне свидетельства о рождении третьего ребенка и двух или трех предыдущих детей. Для этого необходимо исправку с месту жительства, ну и соответствующее заявление написать в Управлении социальной защиты. и предоставить сведения доходов, потому что проверяется ответственность семьи, потому что причина дохода на каждого человека семьи должна быть меньше трех, чем проживающих людей. Вот при сопротивлении в истории означает старинка. Уже в Сольской области родилось с начала года третий или последующий более тысячи детей, и уже 650 семей такую выплату получают. Мы работаем, имеется в виду, в Министерстве труда и социальной защиты, управлении социальной защиты населения, в действительном контакте с учреждением здравоохранения, потому что первая информация о рождении третьих и последующих детей, безусловно, идет из учреждения здравоохранения. Поэтому информационные кампании через СМИ, через буклеты, через органы ЗАГС проводятся, и вот сейчас уже число семей, которые получают эту выплату, увеличивается и приближается к числу родившихся третьими и последующими детей. Ну, надо сказать, что эта мера поддержки, она не единственная, если в семье рождаются третьи ребенка. Так как у нас действует еще один закон, закон о мере социальной поддержки многодетных семей в Сольской области, при рождении третьего ребенка в семье, в соответствии с указанным законом, назначается выплата в размере величины прожиточного минимума, она выплачивается до трех лет. А вот на второго и на первого ребенка назначается выплата детям многодетной семьи по 1582,5 на каждого ребенка, родившегося, воспитывающегося в многодетной семье. А, извините, прослушала, наверное, выплаты ежемесячные? Ежемесячные выплаты. Ежемесячные выплаты до трех лет, до достижения ребенка, возраст в трех лет. А деньги получают? В управление социальной защиты населения по месту жительства. То есть выплата в соответствии с избранным способом либо перечисляется на лицевой счет, либо доставляется через телегуточные связи. Но еще раз повторяю, что обращаться за выплаты и работающим, и неработающим женщинам необходимо в управление социальной защиты населения по месту жительства. Саша, перебивки. Еще такой вопрос. Вы вначале сказали, что бюджетные средства из федерального бюджета. Софинансирование. Софинансирование идет из федерального бюджета. Часть средств управляется из областного бюджета, часть средств управляется из федерального бюджета.